С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Вопрос нелегальной торговли алкоголем требует разрешения. Об этом на еженедельном совещании заявил губернатор Игорь Кошин. Ежегодно в регионе сотрудники полиции изымают и уничтожают десятки тысяч литров нелицензионного алкоголя. Несмотря на принимаемые меры, желающих незаконно сбывать доходный товар находится вновь. Валентина Чибичик продолжит. Самое рыбное место нелегальной торговли алкоголем на Ренмаре – ночные клубы. Их хозяева время от времени меняют название заведений, но не изменяют своим привычкам продавать алкоголь, не имеющий лицензии и документов о производстве и обороте. К тому же спиртосодержащая продукция в ночных барах чаще всего контрафакт. Только в 2015 году сотрудники полиции изъяли из нелегального оборота более 15 тысяч литров алкоголя, в том числе контрафактного. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Проблему алкоголя и ночных заведений подняли на еженедельной планёрке. По мнению главы региона, решать проблему нужно сообща. Игорь Кошин поручил создать рабочую группу из представителей посёлка Искателей, Нарьенмара и УМВД для разработки конкретных предложений. В проблеме должны подключиться и главы муниципалитетов, в которых процветает продажа спиртного на дому. «Коллеги, проблема существует. Причём, ладно, если бы у нас не было возможности купить легальный алкоголь, такая возможность сегодня есть. Вопросов никаких нет. Сегодня введена эта новая система контроля, которая позволяет отследить и качество, и количество, и все связанные с этим вопросом. Мы дошли до того, что у нас на разлив уже продают люди. Знаете, у нас посёлки превращаются в рюмочные». Проблема алкоголя не была бы острой, если бы не последствия его употребления. Согласно данным УМВД, практически каждое тяжкое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. В национальном рейтинге трезвости Нинецкий округ попал в третью группу. Она объединяет субъектов России с высокой смертностью, заболеваемостью и преступностью, связанные с потреблением спиртных напитков. Также в рейтинге учитывается объём продажи алкоголя. Сегодня в Нинецком округе действует закон, ограничивающий продажу спиртных напитков в определённые дни и местах. Их устанавливает администрация округа без согласования с собранием депутатов. Уже установлены три даты – 1 сентября, 1 и 27 июня. Управление агропромышленного комплекса предлагает ограничить продажу алкоголя в дни ярмарок и убойной кампании. Глава города предложила распространить действия закона в дни выпускных экзаменов. Однако за предпринимателей, ведущих розничную продажу алкоголя, вступились федеральный инспектор и глава департамента финансов. «Касается данный законопроект 125 субъектов. Поэтому нет расчёта выпадающих доходов этих субъектов. В среднем это получается где-то месяц работы. И мы посчитали, что обязательный расчёт, обязательно опробус, обязательно мнение субъектов». Также мнение предпринимателей будет учитываться при принятии ещё одного закона. Он сегодня разрабатывается в собрании депутатов. Новый документ должен ограничить время продажи алкоголя в местах общественного питания – кафе, ресторанах и барах.